Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире канал Автоплюс, программа «Попутчики» и я, Юрий Ноликов. Прежде чем я представлю нашего гостя и объявлю тему нашей программы, программа обязательная. У меня в руках два билета на уникальное автомобильное шоу «Хард Дерби», которое пройдет в Олимпийском 25 мая. Тот, кто задаст наиболее интересные вопросы, получит эти билеты в подарок. Так, наши координаты. Телефон прямого эфира 8495-617-9555. Свои сообщения присылайте на номер 5577, если вы нас смотрите в России, и на номер 4-4, если вы нас смотрите в Казахстане. Ну и так, тема. Электромобиль и перспектива электромобиля в России. И я с удовольствием представляю нашего гостя. Это главный исполнительный директор компании «Рольф Импорт» Андрей Евгеньевич Панков. Андрей Евгеньевич, доброго вам дня! Добрый день! Ну, поговорим сегодня про электромобили, потому что тема очень интересная, тема неоднозначная, тема вызывает много споров, много разговоров. Нужны ли нам они, не нужны, приживаются ли они они или не приживаются, что с ними будет вообще в перспективе, будем ли мы на них ездить в обозримом будущем. Вот полтора года продается лицензированный автомобиль «Митсубиси Аймиф». Вы были таким, скажем так, колумбом, первопроходцем в этом деле. Вы эту нишу открыли и поставили туда этот автомобиль «Аймиф». Полтора года прошло. Каковы успехи, каковы разочарования и что вам нравится, что вам не нравится? Спасибо за вопрос. Ну, безусловно, надо отдать должное компании «Митсубиши», которая стала колумбом электромобилей в глобальном смысле, потому что именно «Митсубиши» сделала первый электромобиль, который компания сумела передать в руки обычным потребителям, то есть нам с вами, выпустить на обычной дороге. Потому что одно – сделать замечательный шоу-кар для того, чтобы возить его по мотор-шоу и показывать. А другое дело – отправить электромобиль туда, где есть яма на дорогах, не дай бог, другие автомобили, пользователи, которые могут сделать с ним что угодно. Поэтому, когда «Митсубиши» начала продажа первого электромобиля «Митсубиши Аймиф» в Японии в 2009 году, уже тогда мы стали задумываться о том, может быть, наступит тот день и час, когда мы привезем электромобили в Россию. В 2010 году «Митсубиши» начала продавать электромобили в Европе, но в 2011 году мы привезли Аймиф сюда, мы сертифицировали его на соответствие условиям эксплуатации в России. И с этого момента началось, не побоюсь этого слова, триумфальное шествие электромобилей в России, либо начало этого шествия. Вот давайте о триумфальном шествии, либо его начале поговорим чуть позже, но посмотрим сюжет. Вот, задавали вопрос нашим зрителям, хотели бы они иметь, хотели бы вы иметь электромобиль. Давайте посмотрим. По мнению экспертов, запасы нефти могут закончиться через 110 лет. На наш век хватит, но цифра настораживает. Среди альтернативных источников питания, безусловно, рассматривается электричество. Производители автомобилей один за другим вводят в линейке продукции электрокары. И в обслуживании дешевле, и во много раз экологичнее. Экономные европейцы уже давно смотрят в сторону экотранспорта, а вот русскому человеку роднее, привычнее бензин и дизель. Однако интерес к диковинке все же есть. С течением времени они становятся все более актуальными. Я думаю, что мы процесс видим, судя по интересу, который сейчас есть к этому процессу в России. Ну, я уже про остальные страны не говорю. Понятно, что этот интерес начинает приобретать уже более практическую плоскость. Мы сегодня видим уже конкретные инициативы в реализации конкретных проектов в полях, так сказать. Да, не просто исследовательские проекты, а уже направленные на конкретное экономическое обоснование и реализацию тех технических решений, которые были разработаны ранее. По прогнозам специалистов, появление электротранспорта на российских дорогах вполне реально. Сочетание экономии и экологии должно принести свои плоды. К тому же, большинство электромобилей не уступает в ходовых качествах бензиновым и дизельным автомобилям. На данном этапе развития это все зависит от того, в какой мы с вами стране. То есть, если мы в России, то в сегменте коммерческого электротранспорта, например, это легкие коммерческие автомобили, грузовики и электробусы, это реальная абсолютная вещь уже сегодня, которая окупаема на горизонте от 5 до 8 лет, в зависимости от сценария использования. Если мы говорим про легковой транспорт и частного владельца, то сегодня, ну я бы не называл это игрушкой, пока сроки окупаемости, они существенно длиннее, там где-то от 8 до 10 лет. И это прежде всего интересно компаниям каким-то другим причинам. Ждем, когда появятся монетарные и не монетарные методы стимулирования этого рынка со стороны государственных властей различного уровня. И тогда будет так же, как и в Штатах, где сегодня электромобиль фактически бесплатен, потому что, платя ежемесячный платеж по кредиту, вы все равно экономите на топливе. То есть, фактически, ваш платеж по кредиту меньше, чем вы потратили на машину с ДВС, на бензин. В Москве и Московской области использовать автомобиль на электричестве теоретически уже возможно. Существуют заправочные станции и сервисные центры. Вот только их недостаточно для комфортного использования электрокаров. Инфраструктура пока не позволяет перевести электромобили из разряда автомобилей будущего в ранг народных любимцев. Я оговорился про сюжет. Я просто хотел нашим телезрителям задать вопрос. Такой интерактив мы сейчас сделаем. Готовы ли вы купить при доступной цене электромобиль? Да, готовы. Нет, не готовы. Сюжет про перспективы. И я знаю, что вы полны перспектив и очень оптимистично смотрите в будущее. Но вот скажите, ваши ощущения от поездки на автомобиль? От поездки на электромобиль? Моё ощущение от двух лет езды на электромобиле. Ну, во-первых, очень быстро привыкаешь к бесшумности. Даже после недели перемещения на электромобиль, обычный автомобиль с прекрасной шумоизоляцией начинает раздражать. Не случайно немецкие учёные сейчас выделяют шумовое загрязнение как один из основных факторов, влияющих на здоровье жителей мегаполисов. Мало того, что один из основных факторов, второй по вредности после загрязнения выбросами от обычных автомобилей. Первое ощущение. Второе ощущение от езды на электромобиле – это, безусловно, ускорение. Дело в том, что электромотор имеет совершенно другие характеристики, чем двигатель внутреннего сгорания. Фактически, весь момент доступен у вас с момента нажатия на педаль, хотел сказать, газа. Да, да, да. Сканер акселератора. Что позволяет вам со светофора уходить быстрее любого другого бензинового аналога. Дальше, конечно, немножко. Ойли. А вот именно так, что до 50-60 км в час электромобиль разгоняется быстрее, чем практически любой бензиновый автомобиль. Конечно, я не беру суперкары. А дальше значительно медленнее. Но это уже другая история. В городе, как вы знаете, скорость ограничена 60 км в час. Ваше ощущение и впечатление от зимней поездки? Потому что, да, очень много вопросов с электромобилями, связанных именно с периодом их эксплуатации в холодное время. Потому что там теряется заряд батареи и прочее, прочее. То есть все те негативы, которые существуют, которые брошены в адрес электромобиля, они касаются эксплуатации его в зимнее время. Что вы, каким опытом поделитесь вы? Одно из наших главных достижений совместно с теми людьми, которые приобрел у нас электромобиль, эксплуатировав в России в течение этих полутора, фактически двух лет, то, что мы разрушили огромное количество мифов про электромобили, с которыми мы сталкивались, когда привезли сюда первый экземпляр этого замечательного средства передвижения. И первый миф, безусловно, был, что электромобили не переживут российскую зиму. Ага, электромобиль с аккумулятором, зимой он заводиться не будет. И так далее, и так далее. В первую зиму, когда мы привезли электромобили в Россию, в 2011 году в Москве температура падала до минус 30 градусов. И что вы хотите сказать? Что минус 30? Минус 30. Минус 30. Бензиновые автомобили не заводятся, дизельные не заводятся, с электромобилем не происходит ничего, он как ехал, так и едет. Вторая зима эта была до минус 32. Причем я говорю так точно, потому что уважаемые энергетики, которые используют электромобили уже второй год в Москве, ежедневно, они проводят постоянные тесты для того, чтобы быть готовы к дальнейшему развитию электротранспорта, о чем я уверен, мы поговорим с вами дальше в программе. Соответственно, единственный недостаток влияния зимы на электромобиль, то что, безусловно, если на улице минус 20, вы вынуждены использовать печку на максимальную мощность, она потребляет электроэнергию из той же самой батареи. Поэтому пробег, который летом вставляет 150 километров, а в реальности даже больше, зимой падает до 60-70 при интенсивном использовании печки, светотехники, дворников и так далее. Во всем остальном никакой проблемы не происходит. Потому что мы должны понимать, что несмотря на звание литий-ионная батарея, та батарея, которая используется для движения электромобиля, построена на других принципах, чем батарея, которая используется, например, в ноутбуке или телефоне. Не случайно 70% стоимости электромобиля составляет как раз стоимость этой батареи, которая устойчива к внешним воздействиям, с которой ничего не происходит при автомобильных авариях, которая способна вынести 10 и более лет езды по кочкам, неровным дорогам и так далее, и которая является главным секретом любого производителя электромобилей. Поэтому-то и Mitsubishi, и Nissan, и Renault в строжайшую тайну хранят именно секреты производства подобных батарей. И именно их они разрабатывали так долго. По поводу батарей тоже. Это еще один камень в огород электромобилей. Еще, наверное, скажем, пользователи электромобилей и, может быть, и предприятия не столкнулись с проблемой их утилизации. Это ведь серьезная проблема, опять же, с точки зрения экологии. Что с ними делать? Это не проблема, это возможность. Потому что предполагается, что вот, допустим, возьмем iMIF. Гарантийный срок службы батареи составляет 5 лет. Это мало, простите, мало, это и много, на ваш взгляд? Но это значительно больше, чем гарантийный срок эксплуатации любого бензинового автомобиля. Большинство из них. То есть, если с батареей что-то происходит в течение 5 лет, ее просто заменяет Mitsubishi. Дальнейшая эксплуатация до 10 лет проходит с сохранением емкости батареи до 90%. То есть, через 10 лет езды на электромобиле, 90% энергии она сможет накапливать. После этого батарея покупается у человека, который владеет электромобилем, если он хочет ее продать, если ему надоело ездить на этом электромобиле, он хочет поменять его на новый. Электромобиль покупается теми же самыми энергетиками, для которых электромобиль является ключевым элементом так называемых умных сетей. Это те сети, которые, если говорить совсем просто, сейчас мы потребляем с вами энергию дома. А в будущем мы сможем не только потреблять, но и продавать ее обратно энергетикам, если у нас будет излишек, когда энергетики будут генерировать больше энергии, чем нужно. Это, опять же говоря, совсем простыми словами. Соответственно, батареи электромобилей не будут нуждаться в утилизации, потому что они столь дорогие и прекрасные, что они будут жить еще очень долгой жизнью в неэлектромобильных областях. Ну, скажем, такой опыт применения их есть или это пока все-таки теория? Это практическая программа всех автомобильных электромобильных производителей. Но поскольку электромобили в мире насчитывают 9, 10, 11, 11, вот только пятый год, то еще нет электромобилей, которые уже списаны за старостью либо за ненадобностью. Но и Nissan, и Mitsubishi, и другие автопроизводители, которые делают электромобили, они рассчитаны на то, что батареи будут дальше использоваться. Это крайне неэкономично, утилизировать батарею, которая стоит 70% стоимости электромобилей. То есть из этой стоимости батареи складывается стоимость автомобиля в целом? Да, потому что одно из преимуществ электромобиля, он значительно более простой, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Фактически это батарея, электромотор и корпус с элементами. Поэтому 70% батареи, не знаю, сколько-то процентов мотор, может быть, процентов 15-20, остальное, тем чуть-чуть. Сколько сегодня стоит iMIF? Миллион 799 тысяч рублей. На ваш взгляд, это сумма, куда бы ей сдвинуться? Вы понимаете, что сумма для очень многих, в общем, неподъемная, да? Абсолютно. Дело в том, что Россия является единственной цивилизованной страной, в которой развитие экологического транспорта до последнего времени не поддерживалось вообще никак. Из чего складывается сумма 1,799 тысяч рублей? Как только мы импортируем в Россию электромобиль, мы сразу платим на границе 20% пошлины, плюс утилизационный сбор, порядка 1000 долларов, плюс 18% НДС. То есть, если посмотреть, при грубо оценке это порядка, получается, 500 тысяч рублей сразу же уходит, просто как единоразовый платеж при ввозе электромобиля. Поэтому одна из наших задач, над чем мы работаем, это все-таки внедрить в Россию хотя бы какие-то элементы тех программ поддержки, которые существуют на других рынках, в других странах. Это могут быть как монетарные льготы, например, обнуление пошлин, либо там пониженная ставка НДС, так и немонетарные, допустим, допуск на линии для общественного транспорта, потому что кому еще как не автомобилям ездить по этим полосам, потому что электромобиль это, в общем-то, благо в центре города. Нулевой выхлоп, лучший друг экологии. Скажите, ну что-то, скажем, отрицательное вы обнаружили в электромобиле, или вас ничто не раздражает, вас там все устраивает? Ну, давайте посмотрим на пример развития мобильных телефонов в России. Когда в начале 90-х они появились, телефон стоил там 3000 долларов и больше, зона покрытия была мизерной, качество связи было отвратительным, но, тем не менее, сейчас телефон стоит там даже 50 долларов и меньше, качество связи прекрасное, и появились такие функции, которые даже мы предполагать жить не могли в то время. Вот, поэтому если мы говорим про электромобили, скорее это не недостатки, либо проблемы, а те возможности, которые будут реализованы в ближайшие годы с развитием технологий. Прежде всего, естественно, это снижение цены, потому что, когда производится во всем мире, там порядка 50-100 тысяч батарей на всех автопроизводителей, понятно, почему стоимость батареи столь высока. Как только будет расти объем продаж электромобилей, тем цена будет меньше. Ну, простой пример, на примере того же самого Аймиева, стоимость батареи с 2009 года, когда были сделаны первые электромобили, до текущего момента снизилась в два раза, потому что тогда их производили буквально там десятки и сотни, сейчас, по-моему, порядка 20-30 тысяч. Это всего за 4 года, получается? Да, 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 это просто эффект масштаба. При дальнейшем росте будет та же самая история, что с мобильными телефонами, с 3000 долларов вниз до 50. Второй вариант, для улучшения, опять же, та же самая батарея, это возможность повышения запаса хода электромобилей. Если первые электромобили начинались там со 150, сейчас уже есть 200 и далее, далее, далее. При дальнейшем технологическом прогрессе, а в этом нет никакого сомнения, запас хода электромобилей будет достигать 300-400 километров в, думаю, перспективе ближайших пяти лет, что полностью поменяет ситуацию. И смотрите, более простая конструкция, более низкая цена батареи, то есть справедливая ситуация, когда электромобиль стоит дешевле, чем автомобиль с длительным. Потому что он проще. Но даже сейчас, если вы владеете электромобилем, простой пример, зарядка полной батареи Аймиева, это порядка 15 рублей по ночному тарифу в Москве. Для автомобиля того же класса, если вы заправляете его бензином, чтобы проехать 150 километров, ну, это порядка 300 рублей на вскидку. То есть разница более чем в 20 раз. ТО. В электромобиле ТО состоит из проверки элементов подвески и компьютерного тестирования батареи. И все. Соответственно, ТО на тот же самый АМИФ стоит менее 100 долларов. Все. Не надо менять масло. Ну да, там куча расходников вообще. Да, да, да. Тормозные колодки и, собственно говоря, практически все. Скажите, ну вот для развития электромобилей, да, вообще этой всей вот отрасли, необходима ведь еще зарядная инфраструктура. На сегодняшний день сколько зарядных станций, тех мест, где я могу подзарядиться в Москве? Тех мест, в которых вы можете подзарядиться в Москве, много миллионов. Я понимаю, вы имеете в виду 220 вольт. Да, конечно. А вот таких стационарных, где я могу зарядиться, там, за 25-30 минут. Да, в настоящий момент в Москве находится порядка 50 зарядных станций, установленных Московской объединенной электросетевой компанией. Есть ряд станций, установленных другими компаниями в плане тестирования. В настоящий момент русские сети, это наша крупнейшая электросетевая компания, рассматривают и вполне возможно, что примет программу по развитию национальной зарядной инфраструктуры. Потому что зарядки сейчас есть не только в Москве. Они есть в Казани, Екатеринбурге, Белгороде, ряде других городов. Но нужно что-то объединяющее, что позволит превратить это действительно в национальную программу. И мы очень рады, что наши энергетики, наши сетевики видят большие перспективы в развитии электротранспорта, прежде всего, конечно, коммерческого, но и также пассажирского, для того, чтобы инвестировать в развитие этой инфраструктуры. Вот еще один информационный повод лишний для нашей встречи. Буквально вчера Минпромторг выступил с заявлением о том, что будет такая, скажем, попытка, такой эксперимент на год отменить пошлину на электромобиле. Это прорыв, с вашей точки зрения? Сколько тогда АйМИФ потеряет в цене? Вот чтобы прорыв, не прорыв, понятно, что прорыв. Сколько потеряет в цене автомобиль? С нашей точки зрения, это не только не столько прорыв, сколько закономерное развитие ситуации в России. Да, наши усилия по объяснению того, что такое электромобили и какие выгоды они приносят в стране, а выгод на самом деле очень много. Они не прошли даром, мы рады, что мы начали пользоваться поддержкой российских органов государственной власти. И если снижение пошлин будет принято, после того, как Минпромторг озвучил свою позицию, и это будет оформлено в виде официальных документов, это поступит в Евразийскую экономическую комиссию, потому что мы живем на территории Таможенного союза, и все три страны, Россия, Казахстан и Белоруссия, должны проголосовать за это. Пошли будут снижены, соответственно, пошли порядка 20%, плюс наверняка мы в этом случае будем и дальше снижать цену, получив дополнительную поддержку от Митсубиши Моторс. Наши цели идти как можно ниже, для того, чтобы сделать электромобиль окупаемым за более короткий промежуток времени, более доступным для частного покупателя. То есть от 1,8 млн сколько можно будет отнять смело? Смело можете отнимать 20%. 20%, да? То есть это порядка 18 на 36, то есть получая 360, то есть меньше 1,5 млн. Наша цель, конечно, идти еще дальше, чтобы максимально сократить разрыв между Аймивом и автомобилями аналогичного размера. Хотя здесь тоже судить очень трудно. Несмотря на то, что внешний размер Аймива, он подпадает под автомобиль Б-класса, внутри по размеру салона Аймив соответствует Митсубиши Аутлендеру. Почему? Потому что внутреннее пространство не съедается двигателем, большим бензобаком, батарея размещена под полом. Это тоже, кстати говоря, один из больших плюсов электромобилей, то, что в реальности вы платите за весь объем, который получаете, а не за большую пустоту, заполненную мотором. Ну вот сейчас мне сообщает наш режиссер о цифрах, что наш опрос, готовы ли вы пересесть автомобиль при доступной его цене. 62% за, 38% пока не готовы. Все-таки, наверное, их пугает цена. Если эта ситуация выправится в ту сторону, о которой вы говорите, то тогда, наверное, желающих его приобрести и пересесть будет больше. Если мы слегка переформулируем вопрос, готовы ли вы пересесть на электромобиль при доступной цене и возможности ездить по полосам для общественного транспорта? Как это работает в Европе? А, кстати говоря, какие преференции имеют владельцы электромобилей в Германии, Финляндии, во всей Европе, в мире? Что они имеют? Что они имеют? Во-первых, они имеют так называемые монетарные льготы. В европейских странах размер субсидий со стороны государства при покупке электромобилей доходит до 20 тысяч евро. Простой пример – это субсидии, которые получает человек, покупающий электромобиль в Дании. В других европейских странах цифры могут быть чуть меньше, но они сопоставимы, по крайней мере. Это раз. Второе. Человек получает возможность ездить по полосам для общественного транспорта. Для большинства жителей европейских мегаполисов это тоже достаточно большой плюс. Третье. Люди пользуются возможностью парковать электромобиль бесплатно, вообще получать доступ в те зоны, куда обычные автомобили в европейских городах уже не допускаются. А в ряде стран обеспечивается до сих пор бесплатная зарядка электроэнергии. Когда все вот это суммируется, получается исключительно выгодная картина. И большинство европейцев покупают электромобиль как второй автомобиль, для того, чтобы использовать его для поездок в течение рабочей недели, экономя время, деньги, еще дополнительно бесплатно заряжаясь где-то в центре города. А в обычные дни, да, они пользуются обычным автомобилем. Ну, в принципе, никто не останавливает их от использования электромобилей в том числе. А какой фактор для них решающий? Возможность ездить по полосе для транспорта, по выделенной полосе, возможность бесплатно заряжаться или вот те самые льготы? По опыту наших европейских коллег, когда разница в цене между электромобилем и обычным автомобилем с помощью льгот сокращается, доминирующим фактором становится фактор использования на полосе для общественного транспорта. Парадокс. Парадокс. Почему? Это удобство. То есть люди платят за удобство. Я думаю, что если бы мы сейчас в Москве сумели объявить доступ на полосы для общественного транспорта, количество частных клиентов, желающих приобрести АйМИФ, даже по такой цене, которая есть сейчас, возросло бы значительно. Что говорят, вот говоря о частных клиентах, что говорят клиенты, да, которые вот эту машину, эту игрушку, эту электроигрушку замечательно получили в руки? Какие-то отзывы? Какие-то нарекания? Нареканий нет, потому что все эти люди... Вы не лукавите? Абсолютно не лукавляю. Самое интересное, что из всех автомобилей, которые я видел на своем веку, АйМИФ тот автомобиль, покупая который, люди испытывают исключительно положительные эмоции. Во многом потому, что выбор, который люди делают сейчас в пользу электромобиля, он абсолютно осознанный. Если мы говорим про частных клиентов, то в большинстве случаев, учитывая полное отсутствие поддержки сейчас в России со стороны государства, электромобиль покупается как продвинутый электронный гаджет, который есть у меня, ни у кого нет. И на это накладываются положительные эмоции от бесшумной езды, прекрасного ускорения, замечательной маневренности и так далее. И если мы говорим про корпоративных покупателей, то здесь абсолютно четко выделены ниши, куда идут электромобили. Во-первых, конечно, это энергетические электросетевые компании. Для чего они их приобретают? Они их приобретают для объезда объектов инфраструктуры с контрольными и измерительными целями. В Москве, допустим, это работает прекрасно. Второе направление – это природоохранные организации. Например, в московских парках есть группы эко-полицейские, которые используют электромобили, закупленные Департаментом природопользования Москвы. Далее, как ни странно, это охранные организации, которые покупают электромобили для бесшумного патрулирования больших территорий. Вот как бы самые интересные. А вам не кажется, что вообще вот вся эта история с электромобилями, я понимаю, что какая-то часть рынка в будущем, конечно, будет отдана им, не более чем, скажем, такой маркетинговый ход всех автомобильных производителей, потому что в линейке каждого уважающего себя автобренда есть какой-то электромобиль, ну, по крайней мере, гибрид. Мы говорим об электромобиле. Вот не кажется ли вам, что это такой, вот, скажем так, а вот мы тоже, мы тоже имеем, мы тоже радеем, переживаем за экологию, мы тоже вот такие вот все из себя белые и пушистые. А на самом деле выпускаем трех-четырехлитровые двигатели, которые коптят, которые... Понимаете, да, про что я говорю? Да, абсолютно. Не есть ли это маркетинговый ход? Это все такое, знаете, я говорю и подмигиваю вам. На самом деле для многих автопроизводителей это долговременная стратегия, потому что не секрет, что запасы нефти, хотим мы это или не хотим, на земле исчерпаемы. И поэтому автомобильные компании, которые строят свой бизнес на десятки лет вперед, это не преувеличение. Уже сейчас задумываются о периоде 2040-2050 года, когда стоимость нефти значительно возрастет из-за исчерпания запасов. Да, есть варианты, связанные с газом, биоэтанолом, водородом, но все они достаточно экзотичны. Поэтому на сегодняшний момент электромобиль является наиболее практичной технологией. То есть эта технология наиболее проработана в настоящее время? Она готова, она уже работает? Она уже работает. Вы еще не видели на улицах водородных автомобилей, либо автомобилей на топливных ячейках, но электромобили, они уже работают. Плюс быстрота и дешевизна развития инфраструктуры. Стоимость простейшей зарядной станции даже в России спошли на совсем менее 1000 долларов. Для того, чтобы ее установить, нужен 50 на 50 сантиметров кусок земли, подведенный электронный кабель. Быстрая зарядка, да, конечно, стоит дороже, но все равно стоимость любой заправочной станции, бензиновой, газовой, в десятки, может даже в сотни раз больше. Это второй момент. Поэтому третий момент – это те законодательные ограничения, которые сейчас есть в Европе, США, Японии, и которые усугубляются каждый год. Да, как производитель. Вы можете производить автомобили с 4-литровыми, 5-литровыми и так далее двигателями, но есть правила расчета суммарных выбросов углекислого газа по всему автомобильному парку, продающемуся в стране. И если ты хочешь продолжать продавать автомобили с 4-литровым двигателем, то будь любезен делать что-то еще, что не будет загрязнять окружающую среду. Дальше начинаются расчеты с учетом выбросов при производстве и так далее. Поэтому электромобиль для тех автопроизводителей, которые выбрали это как стратегическое направление, Митсубиши, Ниссан, Рено, ряд других компаний – это долговременные, огромные инвестиции в технологии. Ряд других компаний, например, Мерседес, решили идти другим путем, ну, например, на водородные ячейки. Но в последнее время и они тоже начинают выпускать электромобили. То есть это говорит о том, что все равно за этой технологией определенное будущее. Давайте посмотрим сюжет, о котором я говорил раньше. А электромобиль? Да нет, вряд ли. У него зарядка слабенькая. Насколько ей хватает? На сутки? Где ее заряжать? Встанет посреди дороги? Упробно, как вы стоите, где? Нет. Потому что очень дорого. Сейчас электромашины, которые имеют дополнительные электрические двигатели, очень дорогие, и в эксплуатации дорогие, и в покупке. Сейчас это экономически невыгодно. Я пробовал ездить на одном, мне очень понравилось. Ну, очень проблема с заправкой у нас, наверное, в России. В принципе, готов, если по расстоянию он будет хватать больше, у них батареи. Тогда да, и чтобы запрачные станции были для них. Почему бы и нет. Готов. Если бы была бы инфраструктура более развита, заправок больше, вообще бы быстрее сам процесс заправки занимал. Ну, я не готов на это. Почему? Потому что я не касался этой техники гораздо. Я вот 40 лет отработал на бензиновом. Так что это надо привычка, на время узнать конкретно все это. По-моему, верные слова, да? Что нужна привычка, нужно время. Да? Мы к этому, наверное, еще не готовы психологически. Замечательно, что все отвечающие знают, что такое электромобиль. По крайней мере, это просто пересесть на что. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут, откуда вы звоните? Ваш вопрос. Будьте лаконичны, пожалуйста. Меня зовут Илья, я из города Москвы. Да. И вопрос, собственно, связан с немонетарными льготами. Возможно ли то, что немонетарные какие-то льготы от правительства, города, страны поспособствуют развитию электромобильного бизнеса, вообще этого вида транспорта? Спасибо. В этом направлении какие-то подвижки происходят? Да, безусловно, потому что в 2011 году, когда мы привезли электромобили, в Москве была одна или две полосы для движения общественного транспорта, причем они только создавались. Тогда даже смысла не было обсуждать это. Сейчас, безусловно, мы будем стараться максимально продвигать эту тему, потому что, как я сказал, по европейскому опыту это один из наиболее мощных факторов, стимулирующих спрос. Нет ли у нас, скажем, нет ли лобби тех, кто выступает против развития электромобилей в России? Я почему спрашиваю? Я помню, был такой фильм, наверняка его знаете, американский фильм «Кто убил электромобиль». И там, в общем, конкретно указывались фамилии, в причем те фамилии, которые у нас на слуху. Это была администрация Буша, это Кандализа Райс, это Дик Чейни, люди, которые работали в автоконцернах и в нефтяных компаниях. И поэтому, естественно, когда появляется альтернативный вид передвижения, альтернативный вид топлива, естественно, просто берут за грудки и говорят, ну не высовывайся, ну чего, ну дай, ну мы работаем, это наша земля, это наше поле. Вот такой ситуации не может произойти? На самом деле нет, по крайней мере, там, не знаю, в обозримой перспективе 5-10 лет, дальше, конечно, мы не заглядываем. Дело в том, что практический опыт эксплуатации электромобилей за последние несколько лет и в Европе, здесь, в России показал, что электромобиль несет сплошные плюсы. Экологические, энергоэффективные, опять же, та же самая экономическая безопасность и так далее. Это полностью разделяется теми государственными органами, с которыми мы общаемся. А более того, я скажу даже, то внимание, которое уделяется сейчас государством, автомобилям на альтернативных источниках энергии, то же самое газомоторное, топливо и так далее, все это положительно влияет на развитие того же самого рынка электромобилей, потому что российский рынок столь до сих пор не насыщен автомобилями, то, что места здесь хватит всем. Говоря, возвращаясь к вопросу нашего зрителя, готово ли правительство, скажем, поддержать владельцев какими-то вот конкретными льготами? Ну, а позицию Минпромторга по поводу пошлин мы уже озвучивали. Это поддержка со стороны российских госорганов. Если мы говорим по немонетарным льготам, то это прежде всего решение правительств конкретных субъектов федерации. В частности, если мы говорим про Москву, это, конечно, решение московского правительства. Разрешить? Да, федеральные органы власти не имеют к этому отношения. И если такое решение будет принято, ну что ж, это сильно поспособствует. Давайте еще послушаем нашего зрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Как вас зовут, да? Ваш вопрос, пожалуйста. Валерий Садинцов, Московская область. Да. Просто у меня вопрос такой, вот я сейчас буквально смотрю вашу передачу. Давай. Опрос водителей, готовы ли вы, не готовы к электроавтомобилю. Вот у меня такой вопрос. Я, например, каждый день проезжаю минимум по 100-150 километров, то бишь из области в Москву, с Москвы в область. Просто вот такой вопрос. Например, бензиновый мотор подъехал, заправил бензин, поехал дальше. Электромотор просто, например, так же, как и езжу в область дальше туда, в район Смоленский губерник. То бишь, вот, ну, как бы я готов к электроавтомобилю, но вот ты едешь по дороге, не успел ты его зарядить, а, грубо говоря, едешь по дороге аккумуляторной батареи... Да, все понятно. Спасибо, спасибо. Следующий вопрос еще, как бы, такой по поводу электроавтомобилей в России. Все-таки менталитет нашего народа оставляет желать лучшего, то, что как минимум будут воровать зарядные устройства, которые будут подключаться к розеткам. Ну, тут я с вами готов поспорить по поводу нашего менталитета. Как вы прокомментируете? По порядку, первое. 100-150 километров, Одинцово, Москва. Вот Валерий ездит. 150 километров, которые являются средним пробегом электромобилей, это тот пробег, который хватает для перемещения в пределах мегаполиса. Одинцово, хотя это исключительно близко к Москве, все-таки это уже выезд за пределы города. В текущей ситуации для таких клиентов разработаны электромобили с увеличенным запасом хода. Например, в этом году мы начинаем продавать в России первый электровнедорожник. Это электро-аутлендер, который имеет и батарею с возможностью подзарядки, и небольшой бензиновый двигатель, который в экстренных случаях будет работать как генератор для батареи. При использовании и батареи, и двигателя для подзарядки запас хода составляет 880 километров на полном приводе. 880 километров? 880 километров. То есть, когда вы перемещаетесь в мегаполисе, вы ездите просто на батарее, как 100% электромобиль. Если вы выехали за пределы города, вам нет смысла ехать на батарее и тратить ее. Выключайте генератор, который генерирует электроэнергию. Доехали до зарядки, зарядились за, опять же, 15 рублей. Все, пожалуйста, едьте дальше. Говоря о том, когда могут ли появиться на федеральных трассах хотя бы какие-то заправочные станции, вот в этом направлении работы ведется. Потому что, на самом деле, люди готовы купить автомобиль. Да, он стоит очень дорого, но они понимают, что в конечном итоге это какая-то будет выгода для их кармана. Безусловно. Но выезжая на дачу, ты понимаешь, что я не могу поехать на нем на дачу. Я могу на нем доехать на работу, вернуться, ночью подзарядить. Но отправиться на дачу и чем там, понимаете, да? На даче розетка. На даче розетка, но дача, скажем, 200 километров, предположим, у кого-то от Москвы. Тогда ваше решение электромобиль с увеличенным запасом хода. Ну, энергетики на нескольких заправках, расположенных в Московской области, уже поставили. Электрозарядки, да, как бы это работает в качестве эксперимента. Но в целом, конечно, это вопрос государственной программы. В европейских странах многие основные трассы через каждые там 50 километров перекрыты быстрыми зарядными станциями. Что позволяет использовать даже обычный электромобиль. Но для России я уверен, что, учитывая наше расстояние, на ближайшие годы для расстояния между городами останутся электромобили с увеличенным запасом хода. Город-батарея, за пределами бензиновый генератор. – По вашему мнению, когда, скажем, это число электромобилей, владельцев в Москве увеличится? И вообще в крупных городах? – Скажем так, на порядок? – Я думаю, что достаточно скоро, в зависимости от прогресса, получения поддержки со стороны государства, либо Московской области. – И развитие инфраструктуры, конечно. – Ну сколько это? Три года, пять лет, десять лет? – Вы знаете, если таким же темпами будет идти ограничение доступа обычного автотранспорта в центральную часть Москвы, опять же, платные парковки, линии для общественного транспорта, то я думаю, что в ближайшие 2-3 года центр Москвы станет зеленым, то есть экологически чистым и наполненным электромобилем. – Но все равно, понимаете, говорил Валерий о менталитете, но все равно наши зеленые настроения, они далеки, скажем, от европейских зеленых настроений. – Вы знаете, открою вам небольшой секрет, зеленые настроения в Европе – это в основном государственные программы по субсидированию электромобилей. Когда речь идет о конкретном покупателе, который решает заплатить ему за электромобиль, либо за обычный автомобиль, здесь вступает уже холодный европейский расчет. И когда человек начинает считать, так, я покупаю электромобиль, 20 тысяч евро субсидии, послабление по налогу, бесплатная зарядка и полоса для общественного транспорта, тут же включается в действие экологическое сознание, человек делает правильный выбор. – У нас остается буквально 30 секунд. Когда наступят те времена, когда мы будем получать 20 тысяч евро, бесплатные парковки и выделенные полосы? – 20 тысяч евро, конечно, сложно. Я думаю, что в пределах двух лет мы получим какие-то программы монетарной и немонетарной поддержки. – Спасибо вам большое, Андрей. И надеюсь, что вот так, так, как вы говорите, так, как вы желаете, это все так и произойдет, потому что вы были инициатором появления вот этой ниши на нашем автомобильном рынке. Хорошего вам пути на этой дороге. И всего доброго. – Спасибо. – На этом, уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами. Будьте здоровы, хорошей вам дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова